День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим об виртуальной доске iDROP. Я уже писала об этой доске. У меня есть такая страничка на блоге, но это было в 2012 году. Естественно, за это время очень много произошло всевозможных изменений и улучшений этой доски. И то видео, которое я там опубликовала, оно, конечно же, уже устарело. Поэтому те вопросы, которые мне задают мои посетители, я решила предупредить созданием нового видео и созданием новой статьи. Итак, в статье я дала ссылку, по которой вы можете перейти вот на этот интерфейс. Вот она, эта ссылка. Как видите, она надежная и закрытая, имеет протокол. То есть вы здесь можете работать очень уверенно. Первое, что я хотела сказать, ответить на тот самый первый вопрос, который обычно задается. Как скачать эту виртуальную доску себе на компьютер? Скачивать ее не надо. Она виртуальная, она находится в облаке. И вы можете спокойно с ней работать, просто перейдя по ссылке. Это очень удобно, потому что не нагружается ваш компьютер. Итак, мы зашли вот на эту доску, то есть на этот ресурс. И на этом ресурсе у нас все расписано на английском языке. Но если вы работаете в браузере Chrome, то очень быстро можно сделать перевод. Итак, что мы здесь видим? Это возможность регистрации на этой доске. То есть вы здесь вводите сюда свое имя, свой адрес электронной почты, создаете свой пароль и регистрируетесь, нажав на вот эту клавишу. Или, если вы уже зарегистрированы, то вы авторизуетесь, перейдя вот по этой клавиши. Но давайте сначала мы пройдем по вот этим опциям, как бы впервые попытаясь познакомиться с этой доской. Итак, первое, что мы здесь можем посмотреть, это о ценнообразовании. Посмотрите, у нас здесь есть два вида работы, два тарифа. Первый тариф – это свободный, то есть бесплатный. Второй тариф – премиальный. Стоимость этого тарифа – 10 евро в месяц. Посмотрите разницу между ними. Значит, подходит для персонального использования. То есть здесь вы можете работать один на один с человеком, которого вы приглашаете на эту виртуальную доску. Премия дает возможность работать с командой. Количество советов. Вот перевод не очень корректный. Здесь количество досок, которые вы можете сохранить с информацией в своем аккаунте. Значит, в свободном тарифе у вас 10 всего досок, в премиальном неограниченное количество таких досок. Импортируйте документы. Документы, конечно, чтобы для работы, чтобы показать в своей группе, например, какой-либо документ, вы можете его импортировать практически во всех, смотрите, форматах PDF, DOC, P5 и многое другое. Но в свободном тарифе у вас будет импортироваться только две страницы, а в премиальном будут все документы, полностью документы импортироваться. Пространство для хранения. 50 мегабайт и 5000 мегабайт. Разница есть, да? Все основные инструменты и дополнительные инструменты, это и линии, прямоугольники, эллипсы, тексты, уравнения, документы, изображения, они есть и в том, и в другом тарифе. Вот очень большая, так сказать, разница, основная разница между этими тарифами, это то, что вы в свободном тарифе не сможете делать аудиовызовы, а вот в платном тарифе вы можете свободно разговаривать полностью со своей командой. Ну, здесь участие в разработках новых функций. Профиль Tutor. Это профиль, я вам сейчас покажу его, это целая команда репетиторов, которые просто рекламируются прямо здесь, в этом ресурсе. Вы можете заполнить этот профиль, и к вам будут обращаться люди, если вы правильно заполните этот профиль, к вам будут обращаться люди за консультацией, естественно, вы на этом можете заработать деньги. Ну, и ежемесячные расходы. Итак, посмотрели ценообразование. Вот здесь уже указаны те репетиторы, которые здесь зафиксированы. Видите, очень легко и просто. Здесь уже прямо даже дается, вот иногда, видите, даже дается стоимость, например, видите, репетитор по математике, химии, биологии. На английском языке, естественно, да. То есть вы можете здесь повесить информацию о себе, вывесить, и те люди, которые ищут репетитора, они могут обратиться прямо к вам уже здесь, внутри вот этого ресурса. Здесь вы можете прочитать условия использования. Здесь условия конфиденциальности. И здесь выйти на контакт с поддержкой этого ресурса. Итак, мы выходим на главную. Я захожу на этот ресурс. Я уже здесь зарегистрирована. И первое, что я здесь вижу, это я вижу то, что у меня здесь есть в наличии. У меня свободный тариф. То есть я не платила здесь деньги. Поэтому давайте мы переведем то, что у нас здесь есть, чтобы вам было более удобно. Итак, здесь идет информация о том, что у меня есть доступ к одной доске, той доске, которую я создала. Вот она, эта доска, она здесь хранится. Здесь написано, что у меня хранится одна доста из тех десяти, которые мне доступны. Использование места хранения. И вот здесь я могу выйти на тариф премиум. Итак, мы с вами здесь уже все практически посмотрели. Наша задача только пройтись по тем шагам, которые помогают нам создавать вот эту самую работу. Все очень просто. Вы заходите вот сюда, создать новую доску. Потом у вас появляется чистая белая доска. Вот давайте посмотрим. С этой стороны у нас с вами инструменты. Здесь у нас тоже дополнительное меню инструментов. То есть мы здесь можем загружать какие-то документы, рисунки и так далее. Вот здесь показано, что я одна. Здесь в данном случае сейчас нахожусь. Видите, под именем Ирина. То есть я репетитор. И вот мой портрет, который я сюда не загрузила, вот он здесь должен быть показан. Посмотрите, вот здесь у меня, вот она. Это ссылка, которую я просто копирую и бросаю в скайп. Тому человеку, с которым я собираюсь работать. Я отдав эту ссылку в скайп, человек кликает по этой ссылке и заходит сюда, вот к этой доске. Если у вас будет платный тариф, то вы просто раздаете эту ссылку на это занятие, оговариваете время, и к вам люди приходят именно в это время с вами работать. Итак, давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать. Вот в данном случае у меня я могу работать, посмотрите, я могу сделать, выделить какую-либо любую информацию на своей доске, которая у меня будет здесь расположена. Это карандаш, которым я тоже могу работать. Причем я могу выбрать цвет карандаша, я могу выбрать ширину, толщину карандаша. Видите, вот толщина какая карандаша. Я могу выбрать изменение линии. То есть она вот у меня, видите, с заполнением идет фигура, у меня идет с заполнением. Вот таким образом, да. Это у меня просто линия идет прямая. Я тоже могу подобрать здесь определенный формат этой линии. Прямоугольник, пожалуйста, с заполнением опять же. Эллипс, вот он. Здесь у меня, пожалуйста, любой текст. Причем я могу выбрать еще и шрифт этого текста, и цвет его. Это у меня возможность работать с формулами. То есть это то, что нам необходимо с вами тогда, когда мы работаем с математикой. То есть какие-либо формулы мы с вами можем здесь писать. Формы причем очень много. Посмотрите, я подвожу к каждому знаку, и каждый знак дает определенное количество каких-либо значков, символов, которые вы можете здесь выбрать. Вот это вот ластик, который у меня стирает то, что я не хочу, чтобы здесь было. И это возможность передвижения того рисунка, который я здесь сделала. Вот я могу его передвинуть туда, куда хочу. Вот этой частью, то, что я говорила вам, вот я, пожалуйста, я выделила его, и имею право, то есть имею возможность, точнее, просто менять формат этой фигуры такой, какой мне необходим. Кликнула, все, я сделала этот формат. Дальше. Здесь я могу открыть чат и работать с чатом. То есть я могу писать какую-либо информацию, отправлять ее, и она будет появляться в чате человека, который приглашен здесь в эту доску. Здесь я могу загрузить какой-либо документ. Вот сюда вот, перейдя на загрузку, у меня появляется возможность загрузки этого документа. Я загружать не буду. Здесь я могу загрузить любое изображение, пожалуйста. Давайте вот на рабочем столе выберем какое-нибудь изображение. Ну, например, вот то заглавное изображение, которое я установила, титульное изображение на моей статье. Вот, пожалуйста, я его сюда перетащила, это изображение. Я могу с ним работать, так как я хочу ему растянуть, могу изменить и так далее. То есть могу удалить, обыкновенно просто нажав на клавишу «Делит». И здесь у меня еще определенные настройки самого поля. То есть я могу чистое белое поле выбрать, я могу старую бумагу выбрать, и могу выбрать разлинеенную такую бумагу в виде клеточки. Но это удобно для тех, кто, например, занимается, работает с математикой. Здесь у меня выбор репетиторов, которые я могу пригласить и так далее. Ну, давайте теперь мы с вами сделаем следующее. Я закрою эту доску, я выхожу вот сюда к себе, вот у меня появилась вторая доска, и я сделаю следующее. Я вот выйду вот сюда на получение премиум. Если я сейчас нажму вот на эту клавишу, у меня появляется возможность заплатить за эту доску, но также я могу, например, работать с этой доской, мне дается 14 дней бесплатно. То есть я попыталась перейти, но я хочу попробовать этот бесплатный режим. Поэтому я здесь могу кликнуть на старт и получаю 14 дней бесплатной работы. Теперь давайте мы вернемся сюда, в нашу доску. Я открою вот эту доску, отправлю сейчас вот эту ссылочку в скайпе. Видите? Здесь человек, который появился у меня здесь, после того, как он зашел. Рядом с ним появляется вот такая вот кнопочка, которая называется пол, телефонная кнопочка. Если я на нее сейчас нажму, то у меня начнется формат работы, аудиоформат. Вот если попросить своего ученика работать с курсором, то вот, пожалуйста, он может работать с курсором. Посмотрите, я сейчас вот так вот выделю, например, какую-либо фигуру, и мой ученик может на этой фигуре точно так же писать. Как видите, мы со своим учеником, со своим учеником я работала в паре. Вот здесь я могу его даже поправить. Вот, например, я опять беру вот эту вот часть, и вот я выделяю и, например, удаляю то, что он сделал. То есть то, что мне, например... Или я решила вот здесь что-то написать на его формате. То есть вот таким образом мы можем с ним работать одновременно. Итак, я познакомилась вас с такой замечательной доской, которая называется iDraw. Называется она белая виртуальная доска учебная. Вот этой доской можно воспользоваться абсолютно каждому из вас. И я думаю, что практически в реальном времени вы можете работать как преподавателем, репетитором, так и лидером любой группы, с которой вы готовы делиться своим опытом. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok